салют народ хочу еще записать одно видео я сегодня был опять в городе фрайталь в германии на собеседовании по поводу работы в металлургии и у меня сегодня была экскурсия на завод мне показывали непосредственно но я буду работать цех вообще весь завод начинает отдела кадров и заканчивая непосредственно производством так вот решил записать пока еще не стерлись мои такие воспоминания просто когда я работал перед этим в украине мне постоянно рассказывала что вы просто не знаете как в германии там так все чисто там все так вообще классно там вылезано там идеально мол а вы здесь дурака валяете вот мол к чему надо стремиться крабу чтобы рабочее место было как германии ну что вам скажу ребята сегодня реально посмотрел рабочее место в германии это просто трешах я вам скажу ну мой завод в украине можно показывать как музейный экспонат потому что идешь все такое валяется по всему заводу эти ржавые коробки какие-то стоят мусорные идешь реально ноги можно сломать об огне упоры какие-то трубки валяются я у мастера спрашивал молоде весь персонал сидите был в комнате отдыхают то есть на пролете вообще людей нету такое вообще знаете как вот это после бомбежки и непонятно ну почему платят за такую работу так мало здесь совершенно другие деньги предлагают хотя люди работают в абсолютно одинаковых условиях понимаете поэтому я пришел к выводу что в принципе металлургия на наверно везде пока везде она грязная пыльная жаркая то есть то есть мы там шли по цеху и стояли уже слитки с залитым металлом но я понимал что это будет жарко и как бы их обошел а женщина кадровичка далекая от производства решила пройти мимо но я думал она там на молекулы просто разложится от температуры которые излучают эти слитки в общем еще раз повторюсь пришел к выводу что металлургия на везде одинаково вот так вот никому не верьте еще одно впечатление хочу записать она меня просто очень удивило я вот сейчас сижу на остановке жду автобус свой и подъехал другой автобус такой большой ну я так понимаю по городу который есть и он остановился и у автобуса спустила подвеска для того чтобы люди могли выходить не с такой большой высоты понимаете то есть автобус опустился специально чтобы вы не поднимали ногу слишком высоко на ступенька просто она почти вровень как бы с асфальтом вы знаете но меня просто это потрясло мне кажется вот именно вот в таких мелочах и проявляется забота о людях вы представляете что нужно сделать чтобы автобуса каждый раз спускала подвеска для того чтобы люди зашли могли зайти и выйти без проблем а когда он завелся но люди получаются зашли автобус завелся подвеска опять подняла автобус вверх и он поехал дальше я лично в жизни видел два раза два раза в моем родном городе в украине как у пассажирского автобуса вырывала колеса задние вы представляете до какой степени нужно довести технику чтобы у тебя во время движения отвалились колеса то есть для примера я трачу на на это но чтобы их снять со своей легковой машину где-то полдня в явно то есть я прикладываю адские усилия чтобы снять а там они отвалились понимаете отвалились колеса и ехал ну водитель другого автобуса и смеялся и показывал пальцем на этого водителя у которого колеса отвалились что ну ахаха я всех твоих пассажиров заберу то есть знаете я как бы абсолютно не хочу там ну как-то унижать свою страну или я безумно люблю свою родину вместо где вырос но вот как-то когда видишь вот такие вот контрасты здесь автобус опускается чтоб ты в него садился а я с электрички когда-то у себя спрыгивал чуть ноги не переломал то ну думаешь ну почему мы живем хуже но у нас же тоже две руки две ноги одна голова ладно оставим эти рассуждения для более умных людей и вот и и и и и и и и и